Подробности недели уже через минуту о главном. Русские военные в Херсонской области. Эксклюзивный репортаж Сергея Кудимова. Это херсонская часть знаменитой Арабатской стрелки. Мы знаем или действительно ушли отсюда российские военные. Мир Донбасу. Как выживают на юго-востоке. Руслан Свящук испытал на себе. Здесь проживает более 60 человек. Живите как хотите. Новая программа Кабмина. Вот это все, что у меня на сегодняшний день осталось. Старикам здесь не место. Пенсии заморозят, льготы отменят. Вот сюда цепляйся. Давай руку менять одну. Что скрывает закон иллюстрации? Это нарушение прав человека. Подробности недели. Смотрите прямо сейчас. Вечер добрый. Это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. Главные темы программы. То, о чем мы с вами говорили и спорили. Всю эту неделю нововведения правительства, когда кажется и воздух скоро будет платным. Реформа здравоохранения. Ждем в этой студии. Здесь нового министра. Расспросим, какие реформы нас с вами ждут. Обязательно поговорим о ситуации на фронте. Ну а начнем. Начнем с новости этого дня. Небо над Украиной. Закрыто уже больше суток. Полеты запрещены в аэропортах Днепропетровска, Харькова и Запорожья. Ни туда, ни оттуда. С субботы не вылетел ни один лайнер. Дошло до того, что рейс Днепропетровск, Львов-Днепропетровск, он был уже в воздухе. Так вот, из-за запрета его посадили в столичном аэропорту Борисполь. В колл-центрах авиакомпании, куда сегодня сотнями звонят взволнованные пассажиры, сообщают, рейсы отменены. Отменены минимум до 16-го числа. А вот причин не называют. Говорят уклончиво, мол, из соображения безопасности. И вот как прямо сейчас выглядит ситуация в небе над Украиной. Вы просто сейчас увидите карту в режиме реального времени. Это практически диспетчерская карта, похожую... Дайте, пожалуйста, на экран крупно. Похожую видят диспетчеры в аэропортах. Если можно, на весь экран, просто чтобы зрители увидели. Вот об этом мало говорят. Обратите внимание. Закрыты не только аэропорты, закрыто авиапространство над всем востоком Украины. Вот если вы видите карту, слева и справа достаточно много самолетов. Они такие в очереди выстроились. В середине пусто. Закрыто небо. От Сум, Полтавы, Кривого Рога, Херсона и аж до Луганска и Донецка. Двумя городами, небо над которыми закрыли после трагедии малазийского лайнера. Ну, что же происходит на самом деле? Неужели снова речь идет о возможном теракте? Давайте разберемся в этом. Давайте разберемся прямо сейчас. Харьков у нас должен появиться на связи около тамошнего аэропорта. Сейчас должна быть Лидия Калинина. Дайте связь, пожалуйста. Лида, а как в самом аэропорту объясняют происходящее? Добрый вечер, Дима. Харьковский аэропорт сегодня закрыт. Если раньше люди могли хотя бы вчера еще зайти на территорию терминала и узнать о том, что все рейсы на несколько дней вперед отменены, сегодня сотрудники аэропорта встречают их у дверей. Госавиаслужба распорядилась. Закрытие аэропорта до вторника. Все. А уже известно, что до вторника, да? Ну, пока такие сообщения нет. Даже внутри терминала не закрыт? Ну, если аэропорт закрыт, они закрыты. Служба безопасности и закрыла аэропорт. Я просто не знаю, куда мне идти. Вы ничего не слышали? Вам не перезванивали? Нет, никто. И как это сейчас? В Германию? У вас пересадка, да? Пристав были, да. И никто не знает, как или когда откроется опять. Все, кого мы встретили сегодня, летят транзитом. То есть автоматически теряют и второй билет. Пришлось прямо на месте организовать группу помощи иностранцам и вызвонить авиаперевозчика. Пассажиры имеют право перебронировать билет на любую другую дату. Более удобно. Но пока информации о том, когда рейсы конкретно будут открыты, у нас нет. Пассажиры, конечно, могут также потребовать возврат денег, либо поехать и улететь из других городов, например, из Киева или Львова. Но вот дорогу туда уже придется оплачивать самостоятельно. Подобная ситуация сегодня в Днепропетровске. Там было запланировано более 10 рейсов в Украину и в Европу. Все они также отменены. И некоторые авиакомпании успели сообщить людям о том, что их рейс отменен, но только тем, кто регистрировался онлайн. Потому что сообщали по электронке. Однако в Днепре ситуация несколько лучше, чем в Харькове, поскольку там предлагают организованно на автобусах переехать в другой город, откуда люди смогут улететь. А сейчас придет автобус, нас будут забирать на Одессу, в Израиль, через Одессу. Ну, интернет уже просто разрывается от версий, почему госавиаслужба закрыла небо над тремя городами. Самое популярное, будто в Харькове, Днепропетровске и Запорожье будут садиться самолеты НАТО с военной техникой. И якобы в Запорожье такой борт уже приземлился. Спасибо большое. Ну, насколько правдиво, эта версия узнаем прямо сейчас. У нас специалист буквально с минуты на минуту должен появиться на связи. Напомню, Лидия Калинина сейчас в Харькове, около закрытого аэропорта. Официальные лица комментировать ситуацию явно побаиваются. Ну, говорят, только все происходит из соображений безопасности. Но те, у кого остались старые связи в спецслужбах, позволяют себе откровенно говорить, о чем идет речь. И вот прямо сейчас к нам присоединяется генерал Николай Маломуш, человек, который пять лет возглавлял службу внешней разведки Украины. Николай Григорьевич, вечер добрый. Спасибо большое, что с нами. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот вы слышали только, что наш корреспондент рассказывал, люди напуганы, много там всяких слухов в соцсетях. А что на самом деле происходит? Вот по вашим данным, это угроза теракта? Соответственно, появляется оперативная информация в отношении возможных проведений теракта в разных точках. Это, в первую очередь, конечно, Днепетровск, Запорожье, Харьков. Она не имеет более точной идентификации, но имеется оперативная информация со стороны источников, полученных оперативным путем. Это агентура, это техническое средство. И, конечно, и службы безопасности Украины, и другие специальные службы принимают все меры для того, чтобы упредить возможные эти акты. Особенно с учетом того, что у нас была проблема с Боингом, и когда были известны факты о перемещении букв, соответственно, и службы не приняли такие меры, чтобы закрыть воздушные коридоры. В данной ситуации эта оперативная информация имеется, она подтверждается с нескольких источников. Она не может быть идентифицирована конкретно, точно, тем более дана каким-то способом средствам массовой информации. Поэтому сейчас проводятся мероприятия по упреждению возможного проведения таких операций, проверки и, соответственно, обеспечения безопасности движения не только украинских судов, а всех воздушных судов, которые перемещаются по воздушным коридорам Донецкой, Днепетровской и Харьковской области. Николай Григорьевич, ну вот Вы малазийский Боинг упомянули. Можно ли сказать хотя бы о каком-то конкретном теракте могла идти речь в воздухе, на земле? Могли ли Вы бы теоретически это быть выстрелы в территории подконтрольных боевикам? Вот хотя бы минимальная информация. Чего стоило опасаться? Что отрабатывают сейчас? Это как раз комплексная информация в отношении и возможного нанести удар в воздухе, на земле. Если мы говорим о какой-то легализации, была запущена информация и представителями боевиков России в отношении возможно перемещения территории Украины различных грузов, особенно американских грузов. В этой ситуации, исходя из такой информации, предполагают, что возможно будут нанесены удары по любым судам, которые будут двигаться. В современный период уже такая информация опровергена в отношении того, что именно и американцы перемещаются в Запорожье. Но с учетом того, что и Россия, и боевики эту информацию получили, даже если она дезинформация, соответственно, удары могли быть нанесены по любому летательному аппарату. Поэтому в данной ситуации принимаются комплексные меры, чтобы в этих областях и на этих аэропортах, как в воздухе, так и на земле, не были проведены такие акты. Спасибо большое. Может быть, последний вопрос тогда очень коротко. Скажите, по вашему опыту, сколько времени вот эти меры займут? Сколько времени наше небо будет закрыто? Сколько времени аэропорты будут парализованы? Обычно, если проводится эффективная работа по проверке, то 2-3 суток. Я надеюсь, что к 16 числу уже практически эти все проблемы должны быть для наших граждан решены и самолеты будут летать уже в обычном режиме. Спасибо большое, что присоединились к нам в прямом эфире. Здесь с нами был генерал Николай Маломуш, человек, который 5 лет возглавлял службу внешней разведки Украины. Ну, главные месседжи, которые мы с вами только что услышали, все-таки была угроза теракта, все-таки небо закрыли для того, чтобы ее предотвратить. И все-таки та информация, которая появилась в социальных сетях, о которой только что Лида Калинина говорила, она не подтверждается. То есть никакой переброски в эти аэропорты войск или техники НАТО или Соединенных Штатов ее нет. Слово теракт. Его силовики произносят уже несколько последних недель, когда говорят о взрывах в Харькове и в Одессе. И вот до сих пор непонятно, кто и зачем закладывал взрывчатку. И единственное, что у нас с вами остается, это ощущение страха. Вот не этого ли добиваются те, кто организовывает взрывы в украинских городах и кто они? Узнаем об этом. Буквально через 5 минут у нас на связи будет представитель СБУ и гость из Москвы, которого о многом расспросим. Далее вернемся к ситуации на фронте. На этой неделе мы в очередной раз ждали перемирия. 9 декабря, день тишины, он по крайней мере намечался. Специально для того, чтобы провести переговоры в Минске, но их дату все время переносили. И в итоге боевики просто отказались ехать в Минск под очевидно надуманным предлогом. На Донбассе до сих пор каждый день происходят обстрелы. Так называемая ЛНР, Луганская Народная Республика уже предупредила о намерении продолжать боевые действия. Пока цитирую, от их позиций не отведут украинские войска. Отвечают ли украинские военные на эти обстрелы или режим тишины это только для нас? Вениамин Трубачев знает ответ, он сейчас практически на линии фронта и с нами на связи. Веня, так как режим тишины, он для нас только? Да, Дмитрий, действительно так. Боевики за одни лишь минувшие сутки 14 раз обстреляли позиции украинских сил. Причем применяли даже грады и минометы. Вот армейцы действительно выполняют команду не стрелять, хоть в принципе готовы отвечать огнем. Просто на роде мы их называем кабанчиками. Это наши кабанчики, 122 мм, вес минный 16 кг. Порох навязан на разные дальности, вот этим мы и работаем. Всю прошедшую неделю боевики, в основном военные, точнее в основном укрепляли свои позиции. Армейцы ремонтировали технику, складировали боеприпасы и чистили оружие. Господи, мать, ты увидишь, что для тебя на зброю чистят. Сказал же, что гуманитарку провел. А что, Путину можно гуманитарку в оружие? А все, ну не надо. А я что, не люди? Да, я что, не люди. Поскольку все служили в армии, и всем известно, что незанятый солдат – это злочинец. Ну, как видите, сейчас этим и занимаемся, чтобы не было себя заняты. Также в зоне проведения антитеррористической операции усилены сейчас меры по проверке автомобилей. Особенно тщательно бойцы осматривают водителей и пассажиров, выезжающих из оккупированных террористами территории. На блокпостах уже неоднократно обнаруживали оружие, взрывчатку и наркотики. Даже приходилось задерживать людей, причастных к террористической деятельности на востоке Украины. Переверяем осіб на предмет, розшуку их, автотранспорт переверяем, их войну, які не перевозят. Не допускаем сюди потрапляния звездно-диверсионных групп, а так уже осіб, які перебувають в розшуку. Сейчас на передовой дождь сменяется заморозками. В таких погодных условиях не очень комфортно, конечно, ночевать в землянках. Сейчас не хватает у армейцев теплой одежды и обуви. А вот с продуктами проблем особых нет. Хлеб, тушенку, сгущенку. И это все в основном привозят армии, ну, тыловые подразделения армии. А вот, а все остальное доставляют волонтеры. И, конечно, свободное время сейчас от боевых действий. Военные используют по-разному. Кто-то отдыхает, кто-то готовит домашнее блюдо. Я даже наблюдал, как некоторые из армейцев жарили шашлыки. И вот так же армейцы запасаются продуктами на зиму. Самое любимое сгущенка, масло и тушенка. Ну, тушенка, сало. Не обошелся сегодняшний день и без инцидентов. Например, бойцы батальона «Днепр-1» отказались пропускать в Донецк грузовики с продуктами, пока им не вернут всех пленных сослуживцев. По словам командиров, шесть из них уже отпустили, а по остальным ведутся переговоры. И вот на данный момент продовольствие пока остается на блокпосту. Дмитрий. Спасибо, Вениамин Трубачев, наш корреспондент практически с линии фронта. К нам гость подъехал. Проходите, пожалуйста, в студию. Игорь Масичук, народный депутат, который человек, который до избрания в Раду был заместителем командира одного из добровольческих батальонов. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Как Вы думаете, вот мы говорим все время, весь всю эту неделю, весь сегодняшний день о перемирии. А почему это перемирие сорвалось? На мою думку, перемирие сорвалось, потому что на Донбасе, в Украинскому, с боку Российской Федерации, действуют подраздели, которые не контрольованы. Это один момент, то есть они не имеют общего руководства. Не имеют с кем договориться. Так, другой момент, договориться нужно исключительно с страной-агресором. Если Российская Федерация, Путин лично, дать согласию на мир, мир будет. Если не дать, будет то, что происходит сейчас. Все эти перемирования в Минском формате ничего абсолютно не дают. Поэтому Украина должна перейти исключительно к женевскому формату перемирования. Почему? Потому что эти страны гарантировали нашу территориальную целостность. Одна из них стала страной-агресором и окупировала наши земли. И другие страны высказывают озабоченность уже протягом девяти месяцев. А вы мне скажите, вы говорите, что эти неконтрольованные подразделения на Донбассе, а правда, что это много говорилось на этом неделе, что сами россияне их отстреливают для того, чтобы как-то так больше контролировать эти неконтрольованные территории? Конечно, отстреливают, частично защищают, потому что там доходит до того, что они своими поведением, своими действиями налаштовывают население против них, против российских войск, против так званых ополченцев. И, конечно, россияне пытаются контролировать ситуацию, как-то защищать. Это делает Федеральная служба безопасности. Так же Федеральная служба безопасности ФСБ арештовует тех, кто вступает в несанкционированный контакт с подразделами добровольчими або Збройных сил Украины. Как вы думаете, ну а чи есть вообще сенс проводить эти переговоры? Дивите, уже вкотре режим тиши, начебто перемовины, они закінчиваются тем, что мы сейчас говорили с нашим корреспондентом. Наши держат тишу, они стреляют. Абсолютно не стреляют, поэтому необходимо требовать от СССР проведения перемовин в женевском формате. Минский формат – это перемовины с людьми, которые ничего не решают. Я, как народный депутат Украины и коллеги, я спілкувался взагалі, пропонуемо зараз в Украине, в украинском парламенте провести парламентские слухання на тему дотримания женевских угод. Я нашим зрителям напомню, просто когда говорят о женевском формате, речи о той женевской встрече, когда там были представители Соединенных Штатов, представители Евросоюза, то есть люди, которые могли повлиять на этот диалог Украины и России. Абсолютно. Еще нужно говорить больше, что именно меморандум женевский, который был подписан Украиной, Украина потерялся ядерной оружии в обмен на территориальную целесность. Вчера президент заявил, что мы не собираемся поновлювать ядерного статуса. Таким образом, нам должны помогать с территориальной ценностью. Так, если нам не допоможут, то я с усею повагой до президента, но он не может одновременно решать долю Украины и тому подобное. И я не включаю, что в парламенте поставит такий вопрос о восстановлении ядерного статуса, и что таки будет. Вы знаете, сложное вопрос, потому что вы же сами чули, я думаю, европейцы говорили, что Украина станет страной выгнанцем, если она думает... Вы понимаете, но европейцы должны выполнять гарантии, которые были приняты в Женеве. Нема вопросов. Мы не бежим и мы не кричим, как и другие страны, что мы хотим ядерную оружие. Но, пожалуйста, держите гарантии, которые нам были наданы. У нас есть оккупированный Крым, оккупирована часть Луганщины и Донечкины. Крым оккупированный вообще страной агрессор. Вы знаете, у нас как раз про Крым и точнейшую частину Биря Крыма, ее сюжеты. Просто хотел бы перейти из вашего дозвола. Но, вы знаете, наблюдая за событиями на Донбассе, многие из нас забыли, что россияне не только Крым заняли. Заняли они еще и часть Херсонской области, Арабатскую стрелку. Вот это всего лишь 100 километров узкая коса между заливом Севаш и Азовским морем. Но российские военные захватили эту территорию одновременно с оккупацией Крыма. Местные жители рассказывали, там высадился и окопался десант. И вот на уходящей неделе неожиданно появилась информация о том, что российские военные якобы отступили и вернулись на полуостров. Так ли это? Разбирался Сергей Кудимов. В начале этой недели глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко сделал сенсационное заявление о том, что российские войска отошли с оккупированных территорий в Херсонской области. Речь идет в частности о Арабатской стрелке и полуостровах Чингар и Ад. Мы сейчас едем проверять эту информацию. В марте около 10 километров Херсонской части Арабатской стрелки оккупировали российские десантники. У них задание защитить от мифических террористов газораспределительную станцию и буровые вышки. У них была другая линия обороны. Там, по нашим данным, находились грады и тяжкая артиллерийская техника. И, насколько я знаю, еще немного назад, где-то 11-13 километров, у них была вертолетная площадка. Мы сейчас находимся на Арабатской стрелке в Херсонской области. За моей спиной вы видите позицию украинских пограничников. И, собственно говоря, километров 10 за ними. Это тоже Херсонская область. И она была оккупирована российскими военными. Дальше нас не пускают. Несмотря на то, что мы отправили запрос в государственную пограничную службу, там нам ответили отказом, сославшись на национальную безопасность. Сейчас территорию разминируют, территорию, на которой находились российские военные. По информации от наших источников, российские войска действительно отвели тяжелую технику, тяжелое вооружение. Но там все еще остается личный состав. Я стоял в черговом ПКСП в эту ночь, и эта ночь была очень активна. Ось постоянно были движения техники, маячки вогнів. Мы не могли даже понимать, что это. Думали, что может, будут наступать. Ось, даже так было, что 20 солдат загружались в КАМАЗ и двигались в наш направлении. Ну, все было спокойно. Линию они не пересекали. Как выяснилось на ранок, что они отъехали. Они просто взбирались, выкопывали свои кабели, взбирали телефоны, связок и мины, возможно, разминували. И на ранок уже мы их не видели. Позиции были покинуты. То, что российские войска уходят на территорию Крыма, радует местных жителей и представителей отельного бизнеса. Сезон 2014 года сорван полностью. Российские войска по тому пути, который мы всегда ездили через Труково, нас не пропускали. Естественно, не пропускали всех наших отдыхающих. И люди, которые привели нас в путевки, ехать через Крым, и морально, и физически люди не желали. Это позиция украинских военных на полуострове Чингар. Это Херсонская область, но буквально в 200 метрах отсюда находится российская армия. И она стоит на Херсонской земле. Здесь у нас находится против танковых игров. Сейчас туман, сложно разглядеть. Наблюдательный пункт у них находится, там, где подвийный столб. Там сидят у них, видно, ФСБшники, наблюдательный пункт. Оптика у них мощная. Скажите, вот в последние дни вы наблюдали, что российские войска начали отвод техники, я не знаю, личного состава? Что мы именно наблюдали, это отвод одного бонетранспортера, который стоял непосредственно на понте пропуска. Они его убраны. Там идут два моста, старый и новый. Старый мост ниже полуровня, чем новый. И в нужное время он им может перебрасывать бонетехнику назад. Они должны были вывезти их на два километра за Севаж. Должны были выйти. Но на данный момент они остаются на месте. Из Херсонской области Сергей Кудимов, Сергей Ведмить. Подробности недели. Телеканал Интер. И вот советник главы СБУ Мархьян Лубкевский сказал нам, что вообще не стоит доверять информации об отводе российских войск. Таких маневрів были уже десятки. Війська отводилися, війська подводилися. Для российской стороны, как милитарной страны, не проблема великой перекинуть значные частины військовые с одной точки в другую. Мы это рассматриваем как отвлекание ситуации, как маневры, которые для нас не есть основой для того, чтобы делать серьезные висновки. Пане Югорь, у меня до вас последнее вопрос. Питание короткое. Если говорить про Крым, я думаю, мы один из многих каналов, который вообще загадали на сегодняшний день эту арабастскую стрелку, кримскую проблему. Чи не получается у вас ощущение, что за разговорами про Донбас мы как-то забыли про Крым? Что уже нет его в риторице, не сгадывают, даже на переговорах не сгадывают? Ну, все-таки, нужно было бы сказать, что сгадывают частично, но он не имеет приоритет. А это неправильно. На мою думку, вопрос анексии оккупации Крыма должен стоять на уровне вторгнения в Луганскую и Донецкую область. Хлопцы, которые воюют сейчас на Сходе, говорят однозначно, что для них война закончится освобождением последнего сантиметра украинской земли в городе Севастополь. Поэтому в перемываниях, в договорах про санкции, в обеювании на Заходе наших интересов, Крым должен стоять исключительно поруч с Луганским и Донецким. Поэтому, обратившись к теме, которую мы поднимали, мы не somos какими-то террористами или международными хулиганами, как говорят, стосовно ядерной оружии. Но Заход должен услышать, например, принять закон в Соединенных Штатах в Конгрессе. Вы знаете, с этим законом тоже не так все просто. Мы ждем на связи нашего корреспондента из Америки. Будем разбираться. Потому что президент демократ, а Конгресс республиканский. Дякую. Дякую, что были в нашей студии. Напомню, мы с нашим гостем, народным депутатом, человеком, который возглавлял один из добровольческих батальонов, говорили о том, что думают в Верховной Раде по поводу ситуации. Ну, вот видите, критикуют тот формат, который есть, предлагают новый. Далее. Эта неделя принесла новый теракт. Новый теракт в Одессе. Взлетел на воздух волонтерский пункт сбора помощи военным. Силовики говорят, взрыв могла организовать женщина. Неизвестную зафиксировали камеры видеонаблюдения. В соцсетях сразу же заговорили о том, что это часть так называемого плана Путина. Перейти от открытых военных действий к подрывной деятельности в тылу. В такую логическую цепочку укладываются и взрывы. Магазин с национальной символикой, патриот в той же Одессе, паба в Харькове, взрывчатка у стен Харьковского военного госпиталя. Похоже, нам придется привыкать жить с опасностью, которая рядом с нами. И вот что о тылогом плане Путина думают спецслужбы. Цей план уже давно реализовывается. Мы очень хорошо сегодня видим всю картину террористических атак против Украины. И понимаем, что вся эта схема реализовывается из Москвы. Больше того, сегодня у нас есть проверена информация, что все диверсанты, которые работают на территории Украины, они, по сути, связаны одним ланцюгом. А метою их деятельности является дестабилизировать ситуацию в Украине, посеять страх и неверие среди украинских граждан, то есть перетворить Украину на свою родную зону страха. Наши хлопцы буквально каждого дня ликвидируют, зашкоджуют, затримуют великую кількість диверсантів. Десь орієнтовно 10-12 человек щодня доводится нейтрализовывать для того, чтобы украинцы могли себя почувствовать в спокойном и безопасном. И вот так считают в СБУ позицию Москвы, по крайней мере официальную позицию, понять сложно. Российская власть предпочитает обходиться громкими заявлениями и полунамеками. Поэтому узнать, а вот что на самом деле происходит, можно, пожалуй, лишь у тех, с кем сами политики делятся информацией, но делятся уже неофициально. И вот прямо сейчас у нас на связи из Москвы, пожалуй, один из самых информированных российских политологов Марат Гельман. Вечер добрый. Ну, вы слышали только что, что говорил Маркиян Лубкиевский. Скажите, а по-вашему, существует ли он план Путина? И как дальше будет действовать Кремль? Я очень надеюсь, что военных действий уже не будет. Они как бы никому не нужны. Ну вот реально сегодня, наверное, нет ни одной стороны, которая бы думала, что с помощью военных действий она может, значит, решить свои вопросы. А на самом деле для России уже нужны... То есть Россия будет совсем другие интересы свои. Значит, там пытаться как бы отстаивать. То есть, в первую очередь, лицо начальника. Потому что мы как бы все проиграли, значит, в этой ситуации, значит, прежде чем, значит, отступить широким фронтом, значит, они думают о том, как сохранить свое, значит, как сохранить свое лицо перед электоратом. То есть, собственно говоря, сегодня Путина уже гораздо больше интересуют внутренние дела, чем внешние. Если как-то некрасиво, если он будет выглядеть такой проигравшей стороной, то это может посыпаться его как бы рейтинг в России, который держится на том, что сильный парень, если вдруг окажется, что парень не сильный совсем, то для него угроза побольше, чем как бы Европейский Союз и Америка. Господин Герман, подождите, ну вот вы говорите так серьезно об этой угрозе, но почему тогда нет перемирия? Почему до сих пор идут боевые действия? Вот украинские позиции только вчера 14 раз обстреливали. Проблема в том, что Путину для того, чтобы сохранить лицо, нужно, чтобы в Украине все было плохо. То есть, собственно говоря, если после всех этих событий этого года, драматичных, трагичных событий, Украина начнет делать шаг за шагом какой-то такой более нормальной, такой гражданской жизни, с экономикой, назовем так, как бы оптимистичными сценариями в экономике, то это будет самым главным поражением Путина. Поэтому ему нужно, чтобы какое-то время, достаточно длительное, я думаю, год-два, вот этот конфликт, он, значит, лев, как он считает, для сохранения, значит, лица. Год-два, говорите, да? Понятно, спасибо за ваше мнение. Очень хотелось, уж простите, очень хотелось бы, чтобы вы были неправы, чтобы оказались неправы в этом прогнозе. Сменим тему. Один из самых спорных вопросов этого года в Украине, так проводить ли люстрацию, если да, то как? Перед парламентскими выборами свой ответ предложило украинское государство, был принят закон, но в минувшую пятницу был получен ответ, ответ из Европы. Закон придется менять. Мол, он и Конституции противоречит, и европейские стандарты нарушает. Ну, давайте прямо сейчас попробуем разобраться, а вот что же все-таки произошло, почему закон не устраивает, категорически не устраивает юристов из Венецианской комиссии. Я знаю, что Марина Ивановна Ставничук, член Венецианской комиссии, человек, который 4 года работал в комиссии, должна была подъехать в студию. Марина Ивановна, если с минуты на минуту будет, пожалуйста, как только будет, проходите. Выводы юристов из Венецианской комиссии не то чтобы обязательны, вот просто пришло не прислушаться к ним. Это очень большой риск для любой страны. Пани Марина, будь ласка, дякую, что приехала, и я пояснил в ЕКРАС. Витаю, добрый вечер. Тут вставай, это будь ласка. Так вот, не прислушаться к выводам Венецианской комиссии, это очень большой риск для любой страны, и вот появилась информация со ссылкой на источники Венецианской комиссии о том, что юристы подготовили разгромный вердикт украинскому закону иллюстрации. В Киеве забеспокоились, в Венецию сразу же отправились и представительная украинская делегация, и министр юстиции. Первые новости из Венеции звучали победно. Мы с вами следили за новостями, мол, нашим чиновникам удалось переубедить комиссию, и та одобрила украинский закон. Но потом оказалось, что министр, ну, мягко говоря, слукавил. И Венецианская комиссия все-таки рекомендовала Украине изменить закон иллюстрации. Вот как все это было, видел Алексей Пшенысский. Уже 24 года Венецианская комиссия заседает в этом здании, в монстре Святого Иоанна, как символ. Ее решения и выводы всегда открыты и прозрачны. Влиять на них не может никто. Венецианская комиссия, в которую входят юристы из 59 стран, органы вне политики. Как правило, акты присылают сами государства, чтобы получить оценку. Но закон иллюстрации направила не Украина. Это сделал мониторинговый комитет парламентской ассамблеи Совета Европы. Документ вызвал им серьезные опасения и оказалось не зря. Окончательное решение Венецианской комиссии таково. Закон негоден. Документ нужно пересмотреть и изменить. Необходимо избежать политизации закона. Он не должен стать инструментом мести политическим оппонентом. Иллюстрация должна проходить в строгом соответствии с Конституцией Украины и европейскими стандартами. Нельзя иллюстрировать людей, которые когда-то имели отношение к компартии. И это одно из ключевых замечаний. С тех пор прошло 20 лет. Защищать свой закон в Венецию прилетели авторы во главе с министром юстиции. Хотя здесь украинскую делегацию никто не ждал. Попытки влиять на решение комиссии как минимум дурной тон. Закон писали в спешке. Велено переписать к марту. Несмотря на это, сразу после заседания украинские делегаты улыбчиво заявили, критики и вовсе не было. Они изменили риторику с критиками на запитания, на яких багато відповідей мы не дали уже вчера. Мы отримали действительно дуже конструктивную позицию замість розгромной. Все, наше, мы объяснили, что насправді в Украине зараз дуже багато випадків. Війна, коррупція і вимога суспільства щодо очищення влади як одного з елементів боротьби з коррупцією надзвичайно висок. Таких зауважень у комісії більше немає. Но це заявлення прямо противоположна виводам венеціанської комісії. Так чого же тогда українські делегаты сообщили на весьмерні правду? Авторы не смогли или не захотели написати лучший закон. Ведь касательно этого документа мнение комісії окончательне. Его рассматривать больше не будут. Комісія проаналізувала текст закона і выслушала объяснення міністра юстиції України і української делегации. Касательно цього варианта закона виводи окончательні. Ми готові рассмотреть справки, які, надеємося, внесет Україна. Але решення по цьому тексту финальне. Некоторі члены комісії також полагають, що закон вигоден для свідчення политических счетів. А главное, документ не може і не доджен замінить правосудие і боротьбу з коррупцією. Ці новини вигляді бути в согласі з міжнародовими правилами і стандартами. Такі випадки надо скоріше справляти. Це не доджа бути в місці людей, але з одній сторони, для цього доджа бути дуже больші гарантии у закону. З іншої сторони, понятне життя, щоб очистити ряди. Так що баланс між цими двома требованиями доджа бути хорошо знайден. І хоча виводи комісії лише рекомендація, столь резка критика явно вставляє Україну не в лучшем свете перед мировим сообществом. В українських судах уже 260 исков від уволенних по сомнительному закону людей. По словам премьера Арсения Яценюка ілюстрировать можуть до миллиона украинців. Так що иска може в тысячи раз більше. І тогда европейський суд по правам человека може оказаться завален українськими делами. І перспектива столь вожделенной евроинтеграції станет дуже туманной. Домашне задання українському правительству написати новый закон. В первую очередь вести пункт о возможности обжаловання решений олюстрації. Ілюстрировать списком не годиться. Вина каждого должна быть доказана. А проводить люстрацию должен не Минюст, а специально созданный неправительственный орган. В противном случае Україну ждут долгие разбирательства с Брюсселем и риск потерять доверие МВФ и соответственно деньги. Алексей Пшемыцкий, Сергей Коваль. Подробности недели телеканал Интер. Подробности недели мы в прямом эфире. Мы продолжаем на студии Марины Ставничук, человек, который четыре года представлял Украину в Венецианской комиссии. Еще раз спасибо, что пришли. И мы ждем буквально с минуты на минуту. У нас на связи должен появиться Нью-Йорк. Ну, не совсем даже Нью-Йорк. В Нью-Джерси сейчас находится Богдан Витвицкий. Известный американский юрист, человек, который работал в офисе генерального прокурора, который сам был федеральным прокурором. Мы узнаем мнение из-за рубежа. Марина Ивановна, начнем. Вот мы слышали заявление господина Букики о председателе Венецианской комиссии по поводу закона иллюстрации. Вот прозвучало довольно строго. А есть шанс, что Украина пообещает, как достаточно часто, к примеру, в отношениях с МВФ поступало и не выполнит? Что европейцы закроют глаза? Комиссия установила срок. Три месяца. Это срок для того, чтобы украинское государство в лице парламента исправило неконституционность, несоответствие европейским стандартам в сфере прав человека, которые есть в законе об очищении власти. И таким образом дала другой вариант закона на выводы, на рекомендации Венецианской комиссии. Насколько жесткими будут европейцы? Я исключаю, скажем, в этом случае возможность манипулировать ситуацией со стороны Украины, хотя понимаю, что политический интерес существует в этом вопросе, но государство Украины должно, в принципе, прислушаться к рекомендациям Венецианской комиссии, несмотря на то, что ее выводы носят действительно рекомендательный характер. Но поскольку очень жесткий вывод сегодня, жесткое мнение имеет Венецианская комиссия по поводу закона иллюстрации в Украине, я думаю, что неприемлемо будет манипулировать. А можно я вам прямой вопрос задам? Скажите, неужели нельзя было предусмотреть заранее вот такую реакцию, неужели заранее не было видно, когда закон писался, что он не соответствует европейским нормам? Вот тут есть две версии, что либо его писали действительно под выборы, либо писали непрофессионалы, что одно не лучше другого. Мне кажется, что это не две альтернативные версии, это два обстоятельства, которые сплетены воедино. И поэтому вот получилась такая ситуация. Я вам скажу, что среди авторов этого закона есть люди, которые не имеют юридического образования или не имеют вообще высшего образования. Поэтому не мудрено, что некоторые авторы закона могли и не знать о сути, о смысле, о сфере прав человека, какие стандарты существуют и так далее. Но если ответственность за реализацию этого закона и основные его положения берет на себя министр юстиции, то для меня очень большим вопросом является. То ли верховенство права не есть главным принципом в деятельности государственных чиновников, то ли незнание основных основ и принципов, которые составляют суть верховенства права. Давайте сейчас посмотрим, как это повлияло. В любом случае, это проблема и в том, и в другом случае. Давайте посмотрим о том, как эта проблема не с точки зрения юристов, как она выглядит с точки зрения обычных людей, которые стали жертвами иллюстрации. Люди, пребывавшие в определенный период во власти, мы считаем, что порядочный человек в этот период должен был подняться. И значит, если он этого не сделал, неважно, участвовал он в репрессиях, не участвовал он в репрессиях, мы считаем, что он не должен находиться на государственной службе всего на все. Денька, вот как она еще маленькая, ей 5 лет, она родила, она родила, что она маму больше видит, оскільки она уже сейчас была с нянями, с бабусей, с людьми, но меня она видела не так часто. Сейчас она действительно радует. С 1997 года я работаю в Министерстве света. Начала с главного специалиста, пришла сразу после отримания высшей юридической освіти. 2003 года по останнему моменту принятия закону про иллюстрацию працювала заступником министра, как заступником министра, так и первым заступником в разные часы. Закон не визначает никакого механизма проведения иллюстрации. Это мое быть индивидуальный подход. Не может быть тотальной коллективной ответственности все, кто работал в том числе они причем к иллюстрации инфляцию, ВВП, но скажите, кто ему принесет взятку? Ну и за что? Госслужащих нужно не грязью обливать, их нужно лелеять, их нужно возгревать, воспитывать и делать так, чтобы они все работали во благо государства, они были деморализованы, дезориентированы, которые каждый день их сокращают, потом выгоняют, потом люстрируют, потом за ними следят. Я работал более 30 лет в государственной службе, собственно, в финансовой системе, сегодня я уволился по собственному желанию, в принципе, я не могу сказать, что я как-то огорчен этим или как-то смущен этим. Я сейчас в статусе свободно определяющегося консультанта. Бизнеса у меня нет, никогда не было и уже, очевидно, не будет. Я 26 лет работал в органах прокуратуры. Когда я направил криминальную справу щодо геноциду украинского народа до суду, и саме это последняя для главы основы звольнения меня с посади заступника генерального прокурора при Владе Януковича. По-людски мне было очень неприятно, потому что самая большая обеда в том, что после вступления закону в силу мы не слышали и не видели с вами фотографии ани Януковича по засобах массовой информации, ани его найближчого точения. Я не працювал при Януковичу, першим заступником генерального прокурора. Я был человеком в военной сфере. Я сейчас оскаржу, что я освободил незаконное в суде, чтобы надали доказы того, каким чином саме я допомогал удовольствовать Владу Януковичу. Ну и по поводу иллюстрации. Украинские политики уже давно и долго ломают копья. Услышим прямо сейчас мнение из-за рубежа, из-за океана. К нам присоединяется Богдан Витвицкий, знаменитый американский юрист, федеральный прокурор в прошлом. В прошлом также помощник генерального прокурора Соединенных Штатов, человек, который прекрасно знает американское и европейское законодательства. Господин Витвицкий, добрый вечер. Спасибо, что присоединились к нам. Скажите, вот Венецианская комиссия раскритиковала, будет новый закон. А почему его сразу нельзя было написать хорошо? В чем проблема? С одной стороны, многие в Украине хотят, чтобы иллюстрацию все-таки провели. С другой, есть Венецианская комиссия. Она борется за то, чтобы любой закон иллюстрации отвечал стандартам Совета Европы, принятым еще в 90-е годы. Мне кажется, в Украине мало понимают, как иллюстрацию проводили в Восточной Европе, той же Польша, Чехии, Словакии, Венгрии. И боюсь, что из-за тотальной коррупции и других проблем украинцы могут решить, будто иллюстрация – некая серебряная пуля, панацея, которая решит большинство существующих в стране проблем. Но это не так. Если посмотреть на все иллюстрационные законы, которые принимали в Восточной Европе в 90-х, то их смысл заключался исключительно в том, чтобы не допустить в правительство агентов секретной полиции, их пособников, информаторов. Ни один иллюстрационный закон не был сфокусирован на борьбе с коррупцией. Для этого есть совершенно другие законы и механизмы. А если посмотреть на украинский иллюстрационный закон, то он очень обширный, касается и предателей Украины, и тех, кого поймали на коррупции, и обычных чиновников, работавших в правительстве Януковича. Я вас правильно понял? Вы считаете, что иллюстрация должна быть не массовой, а выборочной? Знаете, иллюстрация, которую провели плохо, это может даже хуже, чем вообще обойтись без иллюстрации. Иллюстрация – это дорого. Она требует денег, времени, энергии. Требует ресурсов, чтобы расследовать обвинения против многих людей. Что показал опыт Восточной Европы? Неизбежно посыпятся ложные обвинения, если у кого-то есть политические враги, или если по личным причинам кому-то захотят навредить. Просто подадут жалобу в иллюстрационный комитет, мол, вы сотрудничали со спецслужбами, или замечены в коррупции, или были в команде Януковича. Иллюстрационному комитету придется потратить много времени, денег и ресурсов, чтобы понять, есть ли для всех этих слов основания. А кто, по-вашему, должен проводить иллюстрацию? Вот у нас каждый министр чистит свое ведомство. Это правильно? То, на чем настаивает Венецианская комиссия, это если страна уже проводит иллюстрацию, ее должна проводить независимая структура. Так происходило в других странах. И это единственный метод провести иллюстрацию успешно. Провести так, что остальное общество будет верить в то, что она честная. Скажите, а вот в Украине не до конца понимают, почему Венецианская комиссия так раскритиковала закон? В чем главная проблема? Необходимо, чтобы Украина сузила фокус закона. Правительство в Киеве должно решить, кого именно нужно иллюстрировать. Это люди из правительства Януковича или же, кто угрожает независимости и суверенитету Украины? Кто же? Чтобы было понятнее, сейчас требования закона иллюстрации невероятно широкие. Их нужно сузить, вот до такого размера, сформулировать четче. Как только Украина решит создать независимую комиссию, к примеру, из пяти человек, которым доверяют, у которых незапятнанная репутация, то Венецианская комиссия может и должна пойти на компромисс по поводу других пунктов, к которым есть вопросы. Богдан Витвицкий, один из известнейших американских юристов, бывший федеральный прокурор и помощник генерального прокурора Соединенных Штатов, был с нами на связи. Продолжим. Реформы правительства, ожидаемые реформы, реформы здравоохранения и реформы, когда буквально на всем решили экономить. Что это такое, что нас ждет, узнаем ровно через 10 минут во второй части программы, после короткой рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вечер добрый всем тем, кто к нам сейчас присоединился. Это подробности недели, мы в прямом эфире и весь этот час будем говорить о теме, которую мы с вами обсуждали и дома, и на кухне, и в транспорте. Реформы, порой болезненные реформы, которые нас ждут в этом году. Это уже второй старт реформ за этот год. Вот сначала не получилось у наших чиновников, у тех, кто пришел во власть после Майдана. Ну и теперь будут пробовать министры иностранцы. Знаете, по информации из высоких политических кабинетов, в Украине будет около 300-400 иностранных управленцев на абсолютно разных уровнях. Трое из них уже министрами стали. Министрами финансов, экономики и здравоохранения. Ну и каждый обещает радикальные изменения в своей отрасли. Одной из самых болезненных может, конечно же, стать, ну согласитесь, реформа здравоохранения. Вот чего нам с вами ожидать? Услышим прямо сейчас из первых уст. Министр Александр Квиташвили сейчас у нас в студии. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Человек, который был министром здравоохранения в Грузии и там успел провести некоторые реформы. Скажите, а вот прежде чем я перейду к реформам, а как вы себя вообще сейчас чувствуете, вот как человек с украинским паспортом? В Киеве очень комфортно. Это для меня большая честь, работать в Украине, это благо украинского народа. И, честно говоря, я такого не ожидал, что такой шанс выводит. Да, большая ответственность. Но здесь люди абсолютно прекрасно ко мне относятся, очень доброжелательны все. Скажите, а с языком как? Вот вы пришли в студию, я, если честно, не знал, как вам обращаться. Вы могли говорить по-английски, говорить по-русски. По-украински поняли бы меня? Как коллег понимаете по-украински? Нет, проблем с понятием нет. То есть я понимаю, наверное, процентов 95-98. Самое главное, я хорошо понимаю, что Арсения Петровича и Петра Алексеевича, это самое главное для меня. Все понятно, что они говорят. Не, ну если серьезно, то, знаете, там 9 часов ради, первый день, очень помогло на слух. И еще слушаю радио, сейчас буду донимать уже учителя, так что понимать это одно, но разговаривать и другое. Это уже учиться дома. Хорошо, давайте серьезно. Вот вы всего неделю министр, как вам государственный аппарат, как вам ваши подчиненные? Вы уже почувствовали давление, сопротивление, нежелание перемен? Нет, пока такого нету, но аппарат перезагружен, очень много людей, пюрократия очень сильная. Это просто надо менять. Это, знаете, очень трудно будет проводить реформы, или вообще работает правительство нормально, если будет столько людей принимать решения, столько людей будет просто в аппарате. Это неправильно. Ну вот какое хозяйство вы принимаете, давайте посмотрим прямо сейчас. Наш корреспондент Елена Механик разбиралась, с чему, не побоюсь этого слова, придется воевать нашему гостю, новому министру. Мне хватает напряжения в сети. О, сейчас оно включится. Может быть. В часы пик это бывает редко. Он концентрирует такие породы из окружающего воздуха. Дали волонтера в аренду, потому что стоимость его, ну, около 20 тысяч гривен. То есть купить мы его. Взрослая женщина и маленькая девочка впервые встретились 7 лет назад в клинике. Случайно оказались в одной палате. Наталья спасала сына, Алину оставили приемные родители. Как бракованную вещь с неоперабельным пороком сердца. Вот уже 7 лет мы одна большая семья. Мне очень сложно дыхать, руки снили губы и сердце болит. Синдром легочной гипертензии для Украины это приговор. Препараты государство не выделяет. Родители покупают сами. На месяц лечение такого ребенка от 30 до 42 тысяч гривен. Спасти Алину готовы в Америке. Счет за пересадку сердца и легких – полмиллиона долларов. Мы брали кредиты в банках. Потом банки нам уже стали отказывать. Мы начали просить в долг людей, которые нас знают. Последние 4 месяца в связи с ситуацией в Украине, в связи с АТО, нам отказывают все. Вот это все, что у меня на сегодняшний день осталось. Здание у нас требует капитального ремонта. Оно хоть 64-65 года, но, видать, построено не очень удачно, потому что та стена у нас отпадает, там у нас подпорки стоят. Умывальник у вас раритетный. Что есть, то есть. Но ничего, работает. Тут прохладно. Ну, для экономии мы все-таки стараемся печки, пока нету таких морозов, не нагружать. Во-первых, экономит само топливо, и печки у нас аварийные, поэтому мы тоже сильно натопить не можем. Поговорил с предпринимателями, и нам дали эти дрова. Дрова, как видите, обрезки, поэтому толку от них большого нет, но и на том спасибо. У нас на участке 5 сел. Наш участок один из самых дальних от района, 37 километров. И села разбросаны от пунктового села, от Ирши тоже 10-12 километров. Бензина в среднем 15 литров в месяц нам попадает. Это хватает на 3 поездки в район, то есть, ну, очень мало. До 100% пациентов мы перевозим им. И в лежачем положении вот у нас есть матрас, одеяло для утепления, это складается вперед. А так стараемся экономить бензин. И пешком, пешком. Вот это все территория больницы. Тут был у нас стационар. Сейчас в его части мы проживаем. Вот это был больничный коридор. Здесь у нас была лаборатория, сейчас тут кухня. Здесь у нас было две палаты. Мы убрали одну стенку, получился один большой зал. Очень сильно. Мы реформу не почувствовали. Работы больше, людей меньше, которые делают эту работу. А зарплата? У меня, получается, полторы ставки. У меня идет, сейчас помню, 3 500. Это совсем у меня, получается, высшая категория, участковость. То есть, вышка. Вот сюда, цепляясь. Давай руку мне одну. Так начинается каждое утро в семействе Пельгуй. Последние три месяца. Валентина Васильевна упала, сломала шейку бедра. Пенсии супругов-инвалидов по зрению не смогли покрыть больничные расходы. Мы позанимали знакомых, кто у кого мог, кто у кого мог, кто у кого мог, столько дал. Меня сразу предупредили в госдраводеле, что вы должны заплатить полторы тысячи в фонд, в этот благотворительный фонд. Я пришел, никто меня не спрашивает. Ну, сразу говорят, если нет денег, извините. За все платить надо. За все. Нянечка, чтобы убрать, надо платить. Если не дашь, вот так будет лежать. Пока не приду, не помогу. А без денег, я вам сразу говорю, никто не подойдет. Никто. Если я бедный человек, а я бедный, ко мне никто не подойдет. Ко мне относятся как бездомников, понимаете, как бездомным людям. Ну, все уходит на лекарства. Вот я купил недавно, вчера, только вот это вот для промывания раны. Отдал 100 рублей. Вот вам цены здесь. Посмотрите, цены какие. Разве я могу купить такое еще? Не могу больше. Вот экономлю, как могу. Сколько подорожали лекарства? Ну, где-то разов пять. Себе я вовсе отказываю. Потому что я себе не могу купить. Просто мучаюсь, хожу, боли, страдаю. Но пока так. Я здоровый считаюсь, так я могу потерпеть. А нуждаюсь в жене. Я в первую очередь все отдам. Буду сидеть на одной воде хлеба. Я больше ничего не ем. Елена Механик, Наталья Неделька, Евгений Каминский, Вячеслав Фролов. Подробности недели, телеканал Интер. Господин Министер, ну вот три жизненные истории, практически без комментариев. Для того, чтобы мы с вами начали разговор, для того, чтобы вы поняли, в каком ужасающем состоянии вы получаете медицину. Я понимаю, что не хватает ресурсов. Я понимаю, что их не хватит. Ну вот, по-вашему, а за какой срок удастся сделать реформы, которые позволят нам быть, ну, нашей медицине быть в таком же состоянии, как в европейских странах? Пусть не в Германии, но хотя бы в соседней Венгрии где-нибудь. Ну, знаете, очень тяжелый случай. Я смотрел. В Грузии, в принципе, то же самое было. Наверное, еще хуже, потому что там еще и инфраструктура отсутствовала вообще. В принципе, да. Но здесь, знаете, не в деньгах, не в количестве деньгах дело. Это дело, как эффективно эти деньги расходовать. Проблема в Украине в том, что наша система финансирования здесь, это нечестная система финансирования. Государство берет риски, ну, декларировано, что медицина бесплатная. А вот сейчас мы по сюжету видели, что надо платить. Или платить врачу прямо, или какие-то фонды. Значит, это просто люди, которые здесь живут, они платят дважды. Они платят через свои налоги один раз, и потом уже, когда получают медицинское обслуживание во второй раз. Легально или нелегально, да. Это неправильно. Это нечестная система. Что вы намерены изменить? Какого обвода? Давайте начнем с того, что финансирование сейчас идет по койкам. Да, 50 койк, потом идет расписание штатов, это приклеено. И там не имеет значения, там 200 пациентов проходит, получают помощь или там 20. А врачи получают тот самый клад, вот, 3500 гривен, это, ну, не деньги, которые человек будет работать в силе, да. В таких условиях. Это нормальные деньги. Надо, чтобы зарплата была намного выше, а для этого надо, чтобы система финансирования была честнее. Просто нормальный. То, кто хороший врач, будет зарабатывать больше. В какой срок это можно будет поменять? У нас же, я вот честно вам скажу, у нас нет этих нескольких лет, о которых многие говорят. Нет, нескольких лет у нас нет. Это можно делать так нормально в таких странах, как в Швеции или в Норвегии, не знаю. Но в Украине это надо делать очень быстро. Надо менять очень быстро, надо менять систему финансирования, это самое главное. Надо, чтобы сеть была более прозрачная, то есть и поликлиническая сеть, и больничная сеть, чтобы она смогла давать качественное здравоохранение везде, по всей стране. То есть, не имеет значения, где ты живешь. Какой ваш маяк? О каком сроке вы говорите? Я уверен, что надо сначала менять законодательную базу, очень много регуляций во всех направлениях. Это влияет на целую картинку, например, и по фарма, и по разным отраслям. Надо просто открывать систему, надо, чтобы у больниц появились разные истоки финансирования. Это будут государственные деньги, это будут страховые деньги, это будут частные инвестиции, это очень много возможностей. Есть проблема в том, что сейчас все получают понемножку. А надо строить такую систему, где те, которые нуждаются больше, они будут получать больше. Потому что хронические заболевания, как вы видели, когда люди оказываются в такой ситуации, это катастрофические финансовые удары по семье. Когда вы говорите об этой системе, где по-другому переспределяются деньги, наверняка вы Грузию имеете в виду. Давайте посмотрим, что сейчас в Грузии происходит. Я очень бедная, государственная страховая программа покрывает мои расходы. В основном это химиотерапия, медикаменты, но иногда приходится добавлять определенную сумму. Мне для полного выздоровления нужна операция, которая стоит за границей бешеные деньги. Государство не будет помогать в этом. Единственное, на что остается надеяться, это добрые люди. Сейчас я лечусь благодаря государственной страховой программе, которая покрывает 70% курса лечения. Это большая помощь, но остальные 30% тоже большие деньги, которые покрываю я. Мы рады, что лекарство продается по рецепту, но есть проблемы. Некоторые люди этим недовольны. Многие не могут пойти к врачу за рецептом. В основном старики и диабетики. Они в этом смысле беспомощны. Мы помогаем людям до 18 лет. Каждый год 12 малышам нужны сложные операции. Стоимость доходит до нескольких миллионов евро. Мы надеемся на доброту людей. Государство помогает, но только детям старше 18. Люди, заболевшие лейкемией, обречены на смерть, если у них нет денег. Вольным приходилось продавать, все продавать, чтобы получить какое-то лечение. А сейчас, я думаю, что аналогового в мире такого, как у нас, нет. Практически 60% пациентов выезжало за пределы страны для получения лучевой терапии. То есть радиационной терапии, онкозаболевания. А сейчас уже это в Грузии. Скажите, ну вот мы наслышали на грузинских реформах. Только что пациентов увидели. Коллеги из Росставе-2 поговорили с ними. Вы намерены в Украине такие же реформы провести, как в Грузии? Ну, вы смотрите. Сюжеты, все же были такие истории, которые... Ну, я не сказал, что это единственное искусство. Но и лейкемия такие, это очень дорогостоящие вещи. Поэтому, естественно, Грузия небогатая страна, и все это не может позволить. Но то, что упустили, скажем так, в информационном сюжете, там то, что почти все население погребет сейчас или государственной страховкой, или частной. У нас тоже так будет? Надо к этому идти. Но сейчас еще очень рано к этому... То есть надо готовиться, потому что надо, чтобы сеть работала нормально, больничная сеть, и чтобы она была географически распределена правильно, чтобы она смогла принимать... То есть давать качественное здравоохранение всем. Сегодня, исходя из количества кое-какого в Украине, которые содержат государство, если не менять эту систему, то никакая страховая компания просто не зайдет на рынок. А строить государственную страховую компанию, это неправильно. Почему? Потому что сейчас сирийские страховые перейдут на государственные карманы. Это государственные деньги. Деньги, которые с вас занимаются с налогами. И с меня уже будут скорость налогов. Так что знаем, сколько денег, знаем, какие проблемы. Надо, чтобы целевые программы пошли, чтобы люди, которые нуждаются больше, получали больше, готовятся к страховой медицине. Я думаю, что к концу 2015 года уже будут предпосылки того, что запускать страховую медицину. То есть 2015, давайте зафиксируем. То есть запуск страховой медицины в 2015 году? К концу 2015. К концу 2015 года. Скажите, а вот по поводу перемен. Наверняка для этого не только желание нужно, не только вы, человек с опытом, но и команда. Мы говорили когда-то с Павлом Шереметой, он был министром экономического развития. Человек пришел из высшей школы, человек с именем. Но ему не удалось провести перемены только потому, что ему не дали перевести свою команду, а аппарат, ну, попросту саботировал. Вот нет у вас опасения, что так может случиться? Вы же наверняка один только в министерстве. Нет, ну, я не один, у меня есть люди, с которыми я работал, или три месяца работал в Украине уже, так что у меня есть какой-то круг людей, которые со мной работают, помогают. Но такую реформу проводить, это не только в команде дело. Это еще надо, чтобы общественность понимала, что мы делаем, чтобы врачи, которые сейчас работают в очень тяжелых условиях, получают мизерные деньги, и они вынуждены просто брать деньги у пациентов, были прямо, или через какие-то фонды вносительные, чтобы они поверили, что это будет идти к лучшему. Нам нужна будет поддержка всех, финансовая поддержка будет у государства. Но я еще раз скажу, что надо идти по честному пути, значит, не понемножку всем, а больше тем, которые нуждаются больше, и меньше тем, которые нуждаются меньше. Потому что есть категория людей, которые могут тебе позволить поехать, не знаю, в Австрию, там лечиться, да, или просто... А есть те, у которых лекарства не попадают, вы же видите, а не подражают. А все сейчас получают одно и то же. Это неправильно, это нечестно просто. Спасибо большое, но будем надеяться, что честная медицина у нас появится, а страховая к концу 2015-го. Спасибо. Новый министр здравоохранения был у нас в студии. Спасибо за разговор. Спасибо. В подробности недели мы продолжаем и снова к ситуации на Донбассе. Здесь реформы по-настоящему могут начаться только после того, как будет восстановлена инфраструктура. Святослав Бакарчук, лидер Океана Эльзы, подъехал к нам в студию. Если есть Святослав, приглашайте. Ну, я знаю, что он только что вернулся... Да, спасибо большое, а вы проходите. Я знаю, что он только что вернулся из Донецкой области. Но прежде чем он поделится впечатлениями от поездки, репортаж Руслана Спищука. Я говорю, что он меня бросил сюда, вот это самое, тут в тумане. Не видно. А мама там кричит, у нас, знаете, самая кровь. Я перебил, застропил ее в левую сторону. Мы две недели прохожали в воде. Что? Просто это все равно. Как слагаряю, ты мог не было обратить. Вот так со спуска в бомбоубежище и подвал начинается вечер для многих жителей Дывальцева. Под землей люди ночуют с конца июля. Сверху опасно. В любой момент по городу может ударить артиллерия или минометы. Раз остались, и как раз пол-одинца, и так далее, дома так в этот дом попало, нас тряхнуло. И рядом вот виден дом, и нас еще лучше. Я матюкался и говорю, дом сейчас сложится, сейчас сложится. И не помню, как, помню, выскочил, а как сюда прибежал, вообще не помню. Сердце выскочило. Люди рассказывают, что никогда не думали, что вот это убежище, построенное еще в 1957 году, послужит им по назначению. Но вот началась война, и это единственное безопасное место в доме. В этом бомбоубежище с первого дня войны, 24 июня, когда начали громить... Кроватей в убежищах не было, и вот люди сооружают их из подручных материалов. Просто, видите, доски, какие-то старые двери. И вот так многослойно это все одно на другое складывается, и так и ночуют. Старые обогреватели, старые тряпки сюда. И хорошие сюда издали, мы уже поприносили, одеяло, вот, шины. Сейчас я иду в другое бомбоубежище. Оно больше, и там на несколько порядков больше людей прячется от бомбежек. Сейчас я нахожусь уже в другом убежище. Здесь, вот, пока нет бомбежек, проживает более 60 человек. Ну, а когда начинаются активные боевые действия, вот, количество людей доходит до 500. И тогда им уже просто негде спать. Они сидят, стоят и прячутся от боевых действий. Спать приходится в одежде, потому что, хотя здесь бомбоубежище работает, обогреватель, вот, на всю площадь, их не хватает, и тут достаточно прохладно. И вот так в одежде местные жители спят уже пятый месяц. Эта ночь прошла относительно спокойно, не было ни одного выстрела или взрыва, и вот сейчас люди начинают расходиться из бомбоубежища. Собаку-кошек накормлю, чаю попью и где-то буду скрываться. Я дома одна боюсь. На моей улице никого нет. Все побит. Так, все побит. Мы продолжаем святого Кирчук в нашей студии. Вітаю, дякую. Добрый вечер. Вечер добрый. Ви были в Дебальцево, а ваши впечатления вообще от Схода, от этой поездки? Ну, я там был на Сходе много раз, в том числе в последнем месте. Но в Дебальцево мы поехали позавчора отвезти нашу допомогу, про которую мы договорились с жителями Дебальцево. У вас тут в студии третий день того. Я зрителям просто напомню, вот три недели назад в студии, вот за этой трибуной был святого Кирчук, у нас был килимост с Дебальцево. Люди говорили о своих проблемах. Ну, для меня на самом деле мы не готовили. Эта ситуация была удивлением. Я был вздивован вашей обидцинкой допомогти. Я бы застрелил. Дивите, я думаю, что не треба дивоваться, а треба, ну, поки, якби, робити всім з цього висновки. Я просто вирішив, що замість того, щоб багато розказувати про реформи, про те, що потрібно робити в країні, потрібно своими маленькими конкретными прикладами всім збомогати один одному і показувати, що одна людина може багато зробити, якщо вона чогось захоче. Спілкувавшись тоді по телефону, ну, точнее, по телемосту з виконувачою обов'язки мера Олександру Дмитриевичу Попоюану, з яким ми вже познайомились особисто. Я побачив, по ним, ну, відчув, що їм справді потрібна допомога. Ми наступний день з ними зв'язались. Домовились, що їм потрібен шифер, скло, або скло, те, що заміняє скло. Від себе ми подумали, що потрібні ще обігривачі. Ми зібралися з нашою маленькою командою, про яку я вже тут в студії говорив. Вона називається «Люди майбутнього» і, ну, вона має різні гуманітарні місції. Але ми просто зібралися, зібрали гроші, домовилися з представниками шиферу, домовилися з представниками обігривачів, запланували поїздку. Нікому нічого не говорили, зрядували, поїхали, привезли. У нас є картинка, просто що було далі. Ну, давайте подивимось. Ми зараз поїдемо в дому, де попала вокзальна 5 і «Советская 61», куди попали снаряди, там бабусі одинокі живуть. Доброго дня! Вот сейчас дом собирает деньги, а якщо цей шифер прийшов, конечно, кожен пенсіонер залишається з цією копійкою в домі. Ось у нас самая пострадавшою жінчиною. Позвідь, да убила ж маму, убила ж осколками мати. Це так неожиданно, я шла з роботи, у мене вот рядом тоже дом розбитий. Дважды, как говорится, вони ходять в одну реку, але у мене вошло. Це тісно? Це рядышком, у мене крышу підняло в домі і на місце поставило. Тишина, як кажуть, затишчя перед бурей. Тому всі в напряженні. Дорого не тільки те, що він сам приїхав, а дорого те, що він здержав своє слово. Ну, дуже зворушливо. Я хотів би сказати, до речі, користуючись можливістю, не знаю, чи там є можливість нас бачити, тих жителів, яких я бачу, але я хотів би сказати, по-перше, що мені було дуже приємно з ними всіма позайомитись. Вони дуже добрі, відкриті, щирі люди. Вони справді дуже потерпають від помилок, які точно починали і заварювали від каші, яку заварювали не вони. І тепер їм, правда, треба дуже допомогти. І я бачив, як вони, як би сказати, вони навіть не чекали того, що просто так може хтось приїхати, взяти і допомогти їм. Я хотів би, не знаю, чи дивляться нас заможні або впливові люди, приватні, бізнесмени, політики, ті, хто мають можливість допомагати. Я просто хотів би сказати, що цей маленький, але скромний приклад, це не те, що якийсь піар, я би, може, і не приходив в цю студію. Але мені хочеться показати вам, що можна, якщо ти хочеш допомогти, взяти і зробити конкретну допомогу. Ми, наприклад, з нашими друзями домовились, що Дебальцево тепер для нас це буде таке місце, яке ми будемо допомагати далі. Це тільки перша частина допомоги, я думаю, програма буде продовжуватись, стільки, скільки буде потрібно, так що всім жителям ми ще до вас обов'язково вернемось. А всім іншим я хочу запропонувати взяти для себе маленький конкретний пласт роботи. Не все кошти великі гроші. Деколи просто потрібно взяти і зусилля проявити, домовитись з поставниками. Нам багато робили знижок, поставник шиферу, частину шиферу взагалі нам безкоштовно. Тому що знав, для кого він це робить, чи тому що знав, куди це поїде? Тому що знав, куди це поїде. Виявляється, як ти починаєш рухатись, як ти починаєш робити якісь кроки, воно дуже, ну, якби багато людей готові тобі допомагати. Фактично, основна причина, чому зараз відбувається так мало, ну, чому ми робимо менше, ніж мали би робити, це тому, що ми боїмося зробити цей перший крок. Перший крок, він найскладніший. От взяти і сказати, що я маленька людина можу зробити. Ти можеш дуже багато. Просто брати і робити. І цей волонтерський рух, який зараз по Україні відбувається, він мав би надихати тих людей, в яких є гроші, можливості, зв'язки. Ну, це те, що ми сьогодні можемо робити, не питаючи держави, коли щось буде від неї. Просто теж дивно, що держава це не робить, що це мають робити. Ну, ви знаєте, я користуюсь принципом, який колись сказав Кеннеді, не питай держави, що вона зробила для тебе, а питай в себе, що ти зробив для держави. Держава це ми. Треба перестати думати про державу, як про, не знаю, якихось священих чиновників чи царів, які за нас бають, як за своїх дітей. Так не буде. Ці люди, от міністр, який перед нами був, інші, це нами найняті менеджери. Ми маємо по-іншому почати дивитись на картину світу. І мені здається, що тоді буде легше. Тому що, насправді, держава це просто-напросто люди, які об'єднані спільною метою, спільним майбутнім. Як вони домовляться, так і буде. Це ми з вами вибираємо парламент, президента, який потім призначає міністрів. Це нам з вами найняті люди. Тими самими людьми в Дебальцево, тими самими людьми у Львові. До речі, про Львів. Пам'ятаєте, вони теж просили допомогти їм з приміщенням, вони плетуть сітки. Приміщення ми поки що не знайшли, але підняли на ноги вже все місто. І я думаю, що наші друзі, які зараз допомагають нам у Львові, скоро це питання теж вирішать. Так що не переживайте, і це ми вам використовуємо. Заруслове, закінчувати треба. Останнє питання. Концерти десь там в цій зоні будуть? Ну, концерти в цій зоні, я думаю, що обігравачі, шифр, скло і так далі, і тепле слово сьогодні для них важливіше. Але концерти заради доброю мати будуть обов'язково. От буквально в п'ятницю, ні, в четверг, 19-го числа на Святого Миколая я вирішив відновити свій сольний проект вночі, який колись 6 років тому розпочав. І ми зробимо такий ексклюзивний концерт, благодійний, з достатньо дорогими квитками. Але ми хочемо заставити наших впливових і багатих людей прийти і зібрати велику кількість коштів для того, щоб повністю створити з нуля реанімаційне відділення і операційне відділення Запорізького госпіталю. Також ми придбаємо для них реанімобілі. Ну, і зробимо все, що можемо. Я хочу просто сказати, що все в наших руках. Якщо ми хочемо допомагати, ми будемо допомагати. І з цього починається нова країна. З цього, не з міністрів, з депутатів, з президентів і політиків. З нас, з вами починається нова країна. А я вдячний, що дотримав слово. Мені надзвичайно приємно, що людина, яка була в мене в ефірі, поїхала, зробила і навіть там не під камері. Давайте, давайте щось ще придумаємо. Я знову щось допоможу. Може, хтось інший прийде. Може, хтось натихнеться нашим прикладом. Всього найкращого. Наступного разу. Дякую дуже, що були в студії. Ну, і ще один ефір хочу напомнить. Ефір прошлой недели. Ефір з Углегорськом. Ми були в этой студії. Вот. Здесь був сигнал, прямой ефір. Ми говорили з Андреем Лащом. І говорили о том, що... І говорили о тех проблемах, які є у тех людей, які вже сутки були без света. І які все це время, вже шість місяців, були без соціальних выплат. Давайте вспомним фрагмент того ефіра. Як це було? А як заставить людей, які сидять в Києві, понять, що у вас тут практично паралізована життя? Ну, наверное, поменяться местами стоит нам. Хоча б на недельку. Вот сейчас бомбят город, а наші ученики стоять рядом с нами. Они не сидять в своїх холодних і тёмних квартирах, тому що теж переживають. Я сделаю все возможное для того, щоб відправити максимальне количество людей, які здесь пожирали в цих київських квартирах і київських кабінетах, щоб вони приїхали к вам і з вами вместе решали ваши вопросы. Ну, на самом деле, для нас дуже важливо, щоб ті люди, які приходять в цю студію, дають обещання, щоб вони їх здерживали. Я безумно благодарен Святславу Копчаку. Андрій Артеменко, народний депутат, був в нашій студії на прошлій програмі. І вот сейчас ми його звали на зв'язку, він з нами в прямому ефірі, для того, щоб понять, що він виконував, і якова вообще ситуація в Углегорскі. Вечер добрий. Скажіть, що там у ребят? Цвет включили вже? Добрый вечер. Добрый вечер студія, добрый вечер Україна. Я точно так же, як і Стославу Копчаку, виконував своє обещання. Я приїхав в Углегорск, в цей город, який поразив мене своєю відкрітостю, своєю душевною. Те люди, які смотріли на мене з слезами на глазах, благодарили за те, що Україна вспомнила, що є такий город. Україна вспомнила за те, що є маленькі населенні пункти, котрим она дійсно ще потрібна. Я видел тих людей, які обращались ко мене с просьбою неделю назад помочь решити елементарні вещи. Такі елементарні, як на мой вопрос мэра, що вам привезти? Он на мене посмотрел і сказав, привези продукти. Просто привези що-нибудь покушай. Тому ми купили продуктові набори, ми привезли, ми дали їх людям. Але не це головне. Я хочу сказати немножко другое. В четверг був проголосован закон в Верховному совєте о зміній територіального адміністративного статуса города Углегорска. І тепер, наконец-то, люди змогут получать пенсії, будуть розблокированы щита, казначейські щита. І все соціальні выплати придуть к їх адресатам. Є ще одні вещи, які я хочу вам розказати. Це, насправді, взагалі, взагалі, взагалі взагалі. У людей, які бюрократи, які не поняли, що держава змінилося, все змінилося, требують справку о переселінях. Що таке справка о переселінях? О, що якоби хтось кудись переселився. Люди, як жили в Українському Углегорскі, так вони сьогодні там і живуть. Нельзя у них требувати справки. Я приложу все свої усілия для того, щоб зробити так, щоб ізлічна бюрократична машина не мучила наших українських граждан. Дякую. Дякую, що держали слово. Я не можу вам руку пожати. Ви у мене на телемосте, так як я зробив світ славу покручоку. Но я действительно вам благодарен, що ви не просто пообіщали і забыли об цьому, що ви держали слово, а помогли тем людям, які в нашому ефірі розказали нам о том, наскільки їм зараз плохо, наскільки їм нужна допомога. Це подробності недели. Ми продовжимо, поговоримо о програмі правительства, о том, на чому нам с вами теперь придеться или не придеться экономити. Все це буде ровно через 10 минут после рекламы. Дякую. Дякую. Це подробності недели. Ми в прямому ефирі. Ми продовжимо. Ну і тепер, собственно, к теме, о которой ми с вами всю эту неделю спорили і переживали. Реформа. Україна тепер з программою правительства і с імунітетом, який запрещає як минимум год це саме правительство отправлять подставку. Голосування Верховної Ради за план, по которому ми будем жити в 2015-м, на уходящій неделе проходила, ну, чесно сказати, туго. Даже соратники по коаліції не стеснялись троллить программу, предложенную прем'єром Яценюком. Ну, вот Юрий Луценко, глава фракції Блока Петра Порошенка, назвав документ мурзилкой і азбукой для Буратино. Але це не помешало проголосувати за таку азбуку. Правда, вот, только после того, як договорились, що частина программа правительства стане, в тому числі, і коаліційне соглашення. При цьому Арсений Яценюк не скриває, Україні треба готовитися к худшому. Завдання в 2015 році – вижити. Я не буду вам тут заявляти популизм про те, що всі будуть жити багато і щастливо. Вижити треба в 2015 році. Ну, як ми з вами будемо вживати? Точнее, за счет кого? Стало понятно, із предложений Міністерства фінансів. Глава правительства направила їх всем новим міністрам. І вот этот документ обнародовала газета «Зеркало недели». Мне його распечатали, увечистая пачка бумаги. Он вызвал переполох. Ведь там упомянуто много советських льгот, которые давно стоит отменить. Но є і нововведення, от которых многим стало не по себе. Итак, согласно этому документу, нам нужно готовиться, что бесплатная медицина, а эта норма закреплена в Конституции, станет платной. Питание в больницах тоже, только за собственный счет. Образование. Обязательными могут быть только 9 классов. Стипендии в вузах только для малоимущих. Для отдельных категорий наших граждан Минфин предлагает повысить пенсионный возраст и урезать пенсии, например, госслужащим и военным. Работающим пенсионерам хотят существенно уменьшить пенсии. Ну, а всем остальным просто заморозить. В правительстве собираются урезать траты сразу по нескольким чернобыльским программам. Планируют сократить даже национальную гвардию. Вместо 60 тысяч гвардейцев теперь будет только 40 тысяч. Сэкономят на этом хотят более миллиарда гривен. Жестким правительство обещает быть и к госслужащим, и к парламенту. Например, в Верховной Раде количество депутатов предлагают сократить втрое до 150 штыков. Поговорим об этом прямо сейчас. Депутат Амирадов, который все-таки еще не 150 человек. Вадим Рабинович, народный депутат, представитель оппозиционного блока. Добрый вечер, спасибо, что пришли. И Сергей Каплин, народный депутат. Добрый вечер. У нас здесь с вами сейчас ситуация, когда есть представители оппозиции, есть представители коалиции. Так что мы сможем на равных обсудить программу правительства. Скажите, я знаю, что с вами, господин Рабинович, понятно, вы явно не голосовали. А вы тоже не голосовали за эту программу? Я один из двух депутатов Верховного Совета, который голосовал против кандидатуры Ценюка. Это моя жесткая и четкая позиция. И я, разумеется, не голосовал за его программу. Точнее, его расписку Международному валютному фонду. Мои убеждения заключаются в следующем. Ну, во-первых, он должен себе зарубить на носу одну очень простую истину. Не он зарабатывал эти пенсии последние 50 лет. Не он зарабатывает эти зарплаты. И урезать, и замораживать тот минимум, который есть сегодня, и которым пользуется простой человек, чтобы просто буквально выжить, мы не имеем права. Ему нужно искать модель и формулу реформ, когда мы сохраним жизнь этих людей, пенсионеров, рабочих, крестьян, всех без исключения, молодежи. И при этом проведем реформу. Я хотел спросить, вот просто ваши слова, расписка для МВФ. Вы имеете в виду, что эта программа написана для того, чтобы МВФ, ну, грубо говоря, дал нам деньги и отстал от нас? Вы идете в банк. Вот вы, бизнесмен, идете в банк или представляете государство. Вам могут дать деньги по двум формулам. Формула первая. У вас есть прекрасный план реформ. Да, он длинный. Он требует очень серьезной политической концентрации. В том числе концентрации власти. Он требует политической воли для борьбы с коррупцией. Он требует войны против коррупции в собственной стране. Или вы идете в банк и берете под залог кармана вашей мамы, пенсионерки, и собственного кармана с вашей рукой. В данном случае это вот под залог всех социальных сотрудников, пытаются получить деньги в МВФ. Не получат. Я сегодня провел, вчера провел несколько очень серьезных встреч с руководителями профсоюзов всей Украины. Завтрашнего дня, завтра не получится, потому что через три часа у меня, через три часа у меня день рождения, вот, 35 лет уже можно баллотироваться у президента. Я послезавтра выезжаю в профсоюзный тур. Я хочу найти все, что живое осталось в регионах от профсоюзных движений. И мы будем по каждой строчке, по каждому пункту, по каждой запятой и цифрике, после запятой, бороться, отстаивать интересы и, собственно, право выжить в условиях этих реформ для простого обычного человека. Вадим, скажите, у меня вот, наверное, самый главный вопрос, который у наших зрителей есть. Вот эта вот программа, программа с очень жесткими мерами, когда кажется, что уже и воздух завтра будет платный. Она, ее действительно коалиция и правительство собираются выполнять? Или это действительно, как говорит ваш коллега, была просто бумагой для МВФ, для того, чтобы получить, в очередной раз обманув, получить очередной транш? А потом уже будет, что будет. Вы знаете, я, во-первых, хочу поздравить коллегу, потому что, поверьте мне, в следующем парламенте все, кто голосовали за эту программу правительства, будут точно так же троллить, как сегодня издеваются над теми, кто голосовали за 16 число, потому что эти люди проголосовали за уничтожение украинского народа. Я хочу вам сказать, что эта программа великолепная, сбалансированная, хорошая для тех, у кого миллиард и миллион. Остальным не остается права выжить вообще. Люди, после девятого класса, людям не надо получать образование. Зачем? Они будут обслуживать детей депутатов, членов правительства. Все, кто живут в районе Подолок, там, я не знаю, как вот в центре Киева, на них будет работать теперь вся страна. Теперь лишить детей завтраков, лишить пенсионеров права на пенсии, лишить всего этого. Для чего? Вы знаете, что теперь комнатка, двухкомнатная, стандартная, в 48 метров, они будут платить 1218 гривен. Где это вообще то, что принято? Я считаю, что люди, принявшие этот закон, которые говорили за 5 минут до этого, что мы этого не примем, они просто, я не знаю, с чем они приходили, с какой революцией, с какой гидностью, они уничтожили сегодня возможность людей выжить. Они будут, к сожалению, это все делать, и их надо остановить. И дело уже не в том, хочу я этого или вы хотите. Дело в том, что принят парламентом, без ничего, 5 дней или 7 дней делили кресло под зады, чтобы сесть в каком кабинете кто сядет. За полтора часа приняли программу правительства, вообще ни одного вопроса не разобрали, ни одного министра. Вадим, Вадим, но вы же знаете контраргумент, вам скажут, что там нет денег. Денег нету. Вы знаете, можно я дам совет хороший вам? Я не пророк, и пусть на меня не обижается ни премьер-министр, ни кто. Но мы знаете, у нас национальная игра украинская, ловить предыдущих премьер-министров по всему миру. Давайте так, проголосовали за программу правительства, давайте следующее проголосуем. Заберем они за граничные паспорта. Потому что потом я знаю, чем это кончится. Программа не дает Украине выжить, она дает выжить только куче людей, имеющих отношение к кормушке. Все. Я хотел запомнить. Вы знаете, на самом деле все предыдущие премьер-министры выносили подобные программы. Я сейчас вспомнил ту шоу, презентацию, которую сделала Юлия Владимировна, когда внесла свою программу, когда ее избрали премьер-министром. Это тоже было какое-то необычное, просто необычно яркое выступление. И все. Что должен был сделать Исанек? Первое. Ответить нам, украинцам, на вопрос, какая идеология реформ? Я глубоко убежден, что сегодня нужно набраться политической воли и перераспределить народное богатство, государственное богатство. Заставить заплатить тех, кто 23 года не платили. И которые, кстати, составляют 2 третих или 90% оппозиционного блока. Может быть, к вам эта претензия излишняя, потому что вы не вели активной политической деятельности. И даже, кажется, поддержан Тараса Чернового. И заставить заплатить всех прокуроров. Дать ответ на вопрос, откуда эти автомобили? Откуда эта недвижимость? Откуда эти счета за границей? Я недавно зашел в гости, в кавычках, к руководителю Национального института Рака. Это чиновник в белом халате. Дом 2,5 миллиона долларов. Машина 130 тысяч долларов. В руках Верту, телефон, который стоит 20 тысяч долларов. И, кстати, мы провели расследование. Мы провели расследование и в субботу, в следующую субботу, в 22.20, на канале 112, мы покажем эту нереальную историю. И Арсений Петрович, кстати, тоже должен ответить нам на вопрос. Почему он в такое время покупает зимнюю резину на свой бронированный Мерседес, в котором, кстати, ездил еще Азаров, за 42 тысячи гривен одно колесо. Все-таки наши зрители думают сейчас даже не столько беспокоиться о резине господина Яценюка, сколько о той норме, которая закреплена в этих предложениях Минфина. Я сейчас найду. Дело в том, что в предложениях Минфина очень забавно обосновывается норма необходимости сокращения обязательного возраста образования с 11 классов до 9. Там говорится о том, что это зарубежный опыт. Ну и вот, в частности, приводится список стран, где учиться обязательно до 15 или до 16 лет. Мы отправили этот документ нашим корреспондентам. Я попросил тех моих коллег, которые работают в зарубежных странах, вот просто с этим документом обратиться в свои министерства образования, департаменты образования, проверить так ли это. Ну, давайте посмотрим, что они нам расскажут. Узнав из СМИ, что говоря об украинской реформе, в Киеве ссылаются на опыт Израиля, тут только посмеялись. Ваши чиновники почему-то уверены, что образование здесь обязательно лишь до 15 лет. Это не совсем так, точнее говоря, совсем не так. В общей сложности дети должны провести в школе 12 лет. Образование обязательное и делится на три этапа. Начинается оно со старшей группы детского сада с возраста 5 лет. Потом идут, после начальной школы идут в среднюю школу, где учатся до 15 лет. Потом дети обязаны перейти в старшую школу, это с 10 по 12 классы. Не учиться можно только по особым медицинским показаниям. В противном случае это вызовет вопросы у социальных служб. Откуда в украинском правительстве взяли эту информацию о том, что образование здесь обязательно только до 15 лет, я, честно говоря, понять не могу. Вероятнее всего, ваши чиновники, что называется, поиграли с цифрами и взяли за основу нижнюю границу нормы. То есть, теоретически это, в принципе, возможно, но, поверьте, таких вундеркиндов даже на святой земле немного. В бельгийском королевстве за партой приходится сидеть дольше всех в Европе. До 18 лет в обязательном порядке, но надо отдать должное государству. Оно такие требования выставляет, оно полностью оплачивает все издержки. Школы начальные и высшие здесь бесплатны. Правда, около 5% учеников уходят со школы лет 16, а то и раньше. И вот для них создают специальные центры с облегченным профильным образованием, с сопровождением психологов и социальных служб. В Германии система образования очень сложная. Все потому, что этот вопрос компетенция не только федерации, но и земель. Но я попробую обобщить. В школу дети идут в 6 и обязательно должны отсидеть за партами 9-10 лет в зависимости от земли. Потом есть выбор. Можно, в принципе, дальше не учиться, но тогда практически нет шансов получить нормальную работу. Поэтому, скажу так, большинство учиться продолжают либо в профессиональной школе, где осваивают определенное ремесло или профессию, либо в гимназии, только после окончания которой можно поступить в вуз. Это еще плюс 2-3 года обучения бесплатного. Так что в среднем немцы учатся долго – 12-13 лет. В вопросе реформы школьного образования в Украине, наверное, все-таки не стоит брать пример с Америки. Ведь здесь все очень сильно зависит от воли конкретного штата. Так получается, что федеральный центр в регионы не может спускать свои пожелания или требования. Вот в некоторых штатах, например, в штате Коннектику, Токлахома или Нью-Мехико, школьное образование, обязательное школьное образование, занимает аж 13 лет. В других штатах, в основном южных и консервативных, этот срок равен 9 годам. Здесь, в Нью-Йорке, где мы сейчас находимся, дети должны ходить в школу аж 11 лет. Потом что хочет, то и делаю. Хочет и работы или университет. Но важно подчеркнуть, что это образование является абсолютно бесплатным. Вот смотрите, почему мы об образовании так подробно говорим, потому что от Советского Союза, мне кажется, у нас осталось не так много правильных вещей наследства. Но вот система образования, наверное, одна из самых важных, одна из того, что стоило бы сохранить. Знаете, образование и здравоохранение, они все важны. И я вам хочу сказать, что я теперь молодой депутат. По поводу здравоохранения еще можно спорить. Я молодой депутат, я как-то побывал совсем 3 недели буквально работы в парламенте, но мне абсолютно ясно, почему мы не реформировали ничего и не сможем это сделать. Скажи, почему? Вот сейчас проголосовали за то, чтобы у детей забрать завтраки, у пенсионеров забрать последнюю пенсию. Зато в парламенте, оказывается, мне как депутату положена целая больница, какие-то машины, которые за мной закреплены, скорые помощи, которые их ездят. Я вот хочу сказать своим избирателям, я не только не буду этим пользоваться, я приготовил законопроект, одну минутку, который Феофанию передает пострадавшим людям, которые пострадали в военном конфликте. Закрыть вот эти кассы все миллионные, которые оказывается мне, чтобы куда-то поехать в Одессу, я не могу стоять как люди, я должен идти в специальную кассу. Как же можно голосовать за то, чтобы забрать все у людей, а самим сидеть с машинами, с кассами, с больницами? Какой мы сделаем реформу здравоохранения, когда мы все приписаны к суперклинике? Каждый народный депутат теперь пусть идет в свою районную поликлинику, встает там, и тогда, вы знаете, вот такое будет здравоохранение. И со школой то же самое, никаких спецшкол вот этих вот. Отсюда, если человек не видит народа, как он это сделает? Как, скажите мне, могут люди сегодня... Вот коллега говорит, у нас много не платят. Я вам подскажу, какие люди у вас сидят в парламенте. Вам будет стыдно за все, что там происходит? Я не снимаю ответственности за левый зал. У меня один к вам вопрос, как коллеги. Ну скажите, но они проголосовали, люди, которые с вами сидят, чтобы забрать у людей последнее. Как вы пользоваться будете вот этой феофанией? Как вы будете им использовать? Я, если вы поддержите мой закон, еще раз говорю, я вам пожму руку. Каждый человек в том зале, кто не поддержит мой закон, пришел в парламент для того, чтобы издеваться над народом. Я вам, как молодому депутату, скажу, что еще год назад, после победы, революции, достоинства, я и мои коллеги из фракции «Удар» внесли законопроект и проголосовали лишение практически 90% всех льгот, которые имели депутаты. Закончится передача, я вам покажу наши льготы на две страницы. Мне они не нужны. Стыдно мне это все иметь. Стыдно. Пожалуйста. Я буду людей забрать завтрак, и я буду ездить со спецкассой какой-то. Да ну что вы ведь. Поэтому ни в коем случае не защищая, никогда не пользовался этими услугами и этими преференциями, никогда не позволю пользоваться ни себе, и буду всегда пропагандировать, не пользоваться у коллег. Серьезно, скажите, эта программа будет реализована? Программы нет. Это документ для того, чтобы Арсений Петрович и наши министры получили иммунитет на год. Но подождите, как нет, за него голосовали. Как должна реализоваться программа, и как она должна быть написана? Первое. Берем коалиционное соглашение. Он, Арсений Петрович, вместе с министрами должен сесть. И несколько ночей. У меня, кстати, вопрос, а что он 9 месяцев делал? Почему он не написал программу пошагового, четкого реформирования всех отраслей? 9 месяцев. У него подчинение несколько сот тысяч чиновников, которые могли написать программу, которая Нобелевскую премию получила. Этого не было сделано. Я вас правильно понял, что эта программа не будет реализована? Второе. Он должен был развернуть. Он должен был развернуть каждую норму соглашения, колесонного соглашения, и дать вам, и мне, и вам проекты по каждому направлению. В проектах должны быть прописаны термины, объемы финансирования, мы должны знать, сколько стоит эта история, и за чей счет банкет. 7 или 10 премьеров было в течение последних 20 лет. И за все программы этих премьеров платил вот тот простой, обычный, членовекий христианин. Ваша коалиция, членом которой вы являетесь, и правительство, которое предложило эту программу, которое поддержало эту программу, это будет реализовано в этой стране? Я вижу рычаг в виде профсоюзов и общественных организаций, объединенных для диалога, миллионов украинцев, которых руки в мозолях, для диалога с правительством. То есть вы видите возможность его затормозить? И с коалицией. Для того, чтобы, когда будут вноситься новые законы, когда будут вноситься постановы, мы четко смотрели и защитили там все, что касается интересов простого обычного человека. А на улице это не выльется? Нет. Посмотрите, сколько недовольствий. Знаете, что надо сделать сейчас? Я вам скажу просто, вот прямо в глаза глядя. Вот коллега так замечательно критикует правительство, находится в той группе, которая поддерживает правительство, которая ведет ее вот к этому разрушению. Наверное, надо всем честным людям сегодня, надо прекратить в парламенте заниматься ерундой. Они поделились по группам для того, чтобы закрыть свои бизнес-интересы. Надо создать коалицию спасения Украины, в которой должны войти все до единого депутата парламента. Они должны сесть в этом парламенте, работать не под полчаса, там каждые 20 минут уходя в свои столовые, а работать столько, сколько надо, чтобы вот это все, поломать эту программу правительства. Поломать это все, что они придумали. Остановить вот это творящееся беззаконие. И главное, остановить те процессы, которые они хотят сделать. Сегодня продать все. Кому продать? Люди, очнитесь. В разрушенной стране без денег, они сами себе все это продадут, и опять мы их искать будем. Остановить это все разграбление пока не поздно. Надо вернуться к социальным программам. Есть целые комплексы, которые мы предлагали, мер сегодня, которые надо сделать. Умные люди же есть тоже. Давайте остановим. Почему мы заложниками становимся? Вот вы критикуете их. Почему вы же не стали, как честный человек, я больше не могу находиться в этой коалиции? Она нарушает законы. Если вы мечтаете о том, что я выйду из коалиции и перестану защищать интересы обычных рабочих в коалиции, то хочу вас разочаровать, как молодого депутата вы до этого не будете. Но последнего. Последним покину коалицию. Последним. Потому что сегодня мы должны три вещи понять. Так вы не останетесь последней. Больше никого в стране не останется, кроме вас. У нас есть премьер. Уже. Какой бы он ни был. У нас есть коалиция. У нас есть эскиз программы. Мы сегодня должны объединить усилия людей за забором Верховного Совета. И зал для того, чтобы написать те законы, которые, к сожалению, нам хотя бы концептуально не внес Арсений Петрович. Страну нужно сохранить, консолидировать. Страну нужно спасать. И критики должно быть тоже умеренно. Потому что, вы знаете, вы достаточно грамотный и опытный человек. У вас очень сложный и емкий жизненный путь. И сегодня и вы, и все в зале, несмотря на это левое крыло или правое крыло, должны понять одну вещь. Мы должны дать ответ на вопрос. Как? Какую страну мы строим? Я убежден, что нужно выполнить норму Конституции. Украина социальное государство. И ни в коем случае не допускать до того, чтобы наши дети учились хуже, чем в Европе учатся. Чтобы наши женщины, которым по 70-60 лет, и мужчины, которым по 60-50 лет, которые построили нам страну. Это уже Европа, сейчас, сейчас уже Европа, хуже не будет уже. Вот это Европа, то, что сейчас построили. Знаете, это демагогия чистой воды. Я против правительства, но я не выйду из коалиции. Я против этих, но я буду их поддерживать. Я вам скажу, что, наверное, с такой позиции вы действительно последние покинете Верховную Раду. Но я хочу вам сказать, что я не уверен, что эта Рада досидит. Я не знаю, что я должен поддерживать. Я должен поддерживать забирание пенсии. Я должен поддерживать, что поддерживать я должен. Вадим Сергеевич, это все-таки дискуссия, которую стоит продолжить в парламенте. Спасибо большое, что были в студии. Мы хотели больше поговорить о программе правительства, которая настолько... Я хочу публично поблагодарить министра социальной политики Павла Розенко за то, что он заявил. Повышение пенсионного возраста – это путь никуда. И приятно, что такое понимание есть, и оно появилось и сформировалось как раз из-за диалога. Я надеюсь, что министр теперь выйдет из правительства, они скажут, как вы, что я против, но я все равно буду забирать эти вещи. Это важный месседж. Давайте на нем и закончим. Действительно, министр социальной политики сказал о том, что он против тех предложений по повышению пенсионного возраста. Спасибо большое, что были в студии. У нас на связи появился Вашингтон. Важная тема, одна из тем этой недели – акт поддержки Украины. Его принял Конгресс, и многие украинские СМИ, не разобравшись, уже заявили, что есть важнейший документ, который, что самое главное, дает нашей стране статус основного союзника Соединенных Штатов вне НАТО. Этот статус, ну, просто объясню, почему это важно. Этот статус открывает двери для поставок вооружений. Ну, вот сейчас интрига. Документ оказался в палате представителей, в еще одной палате Конгресса, и там, насколько я понимаю, все застопорилось. Так ли это узнаем прямо сейчас? Дмитрий Иловский с нами на связи из Нью-Йорка. Митя, добрый вечер. Слышно нас? Вы с нами? Да, Дима, добрый вечер. Слышно отлично. Что происходит сейчас с этим документом? Потому что под той информацией, которая есть у нас, те даже вот скриншоты, которые появились в интернете, текст документа, формулировки, они меняются, меняются просто на глазах. Почему? Почему? Это действительно очень важная часть про то, что Украина, впрочем, как и Грузия и Молдова, станут основными военными партнерами Америки вне блока НАТО. Ну, при этом, как говорят наши источники в Капитолии, часть, которая касается поставок оружия в Украину на сумму 350 миллионов долларов, она остается неизменной. То есть убрался просто такой, ну, как бы статус Украины вот в рамках отношений с Америкой. Но при этом речь о противотанковом и о противооборонном оружии, она все равно продолжает идти. Важно подчеркнуть, что этот акт, который сейчас находится уже в Белом доме и у Обамы на подписи, он предусматривает, ну, он как бы не санкционирует какие-то шаги. Он просто дает Обаме возможность, развязывает ему руки и позволяет с юридической, с точки зрения закона, давить на Россию, пускать в ход новые санкции, пускать в ход экономическое оружие, в том числе и воевать против Газпрома, экономически воевать. И давать, собственно говоря, Украине оружие на сумму в 350 миллионов долларов. Это такой, довольно, в принципе, очень важный момент. Но вот сейчас все уперлось так или иначе в президента. Поговаривают, что он может использовать так называемое право карманного вета. То есть он просто до конца этого года не будет ничего делать с этим законом. То есть он не подписывает его, не отвергает. И вот тогда самое страшное, на самом деле, происходит, потому что этот законопроект переходит в следующий год, а там уже следующий сенат. Это опять рассмотрение в двух палатах парламента. Это опять путешествие этого акта по коридорам власти. И неизвестно, когда он наконец-то уже дойдет до Обамы. Ну и очень важно в этом контексте еще сказать комментарии, объяснить комментарии Государственного департамента Америки. Накануне спикер внешнеполитического ведомства Джен Псаки сказала, что Америка не будет менять свою политику в отношении поставок оружия в Украину. Я как раз об этом хотел спросить. Здесь в Украине многих смутило заявление Джен Псаки, когда на Daily Press Briefing сказала о том, что Государственный департамент по-прежнему выступает, чтобы украинский конфликт решался исключительно дипломатическим путем. Фраза против дипломатический путь, она в принципе с переговоров Барака Обамы и с украинским президентом, и с украинским премьером, когда они были в Белом доме. И Джен Псаки сказала, что оружие поставлять не будут. Где все-таки правда? Ну действительно, это удивило всех не только в Украине, но и здесь в Америке, поскольку какой-то, ну я бы сказал, несостыковка идет между разными битвями власти, хотя казалось бы уже давно достигнут консенсус. Но поговаривают, что в Вашингтоне сейчас очень сильна так называемая партия мира, которая вот собственно говоря есть у ее сторонники и в государственном департаменте, определенно в Белом доме. Напомню, что и господин Обама, президент Обама в конце минувшей недели говорил, что он считает, что санкций по отношению к России вот сейчас на данный момент достаточно. И надо сейчас сосредоточиться больше на координации совместной работы с Европой, с Европейским Союзом. И про оружие, про поставки оружия в Украину он как-то замолчал, хотя тема абсолютно горячая, очень важная и одна из важнейших сейчас в внешнеполитическом плане во всей Америке. Так что тот документ, который сейчас находится на подписи у Обамы, он, вот я подчеркну, все-таки предусматривает возможность поставок оружия. Дальше все зависит от конкретной исполнительной власти, от решений президента Обама. Согласен ли он на это? Пойдет ли он на это? То есть право у него это есть. Дим, спасибо большое за включение. Нам нужно еще с твоим коллегой из Москвы поговорить. Ну, на самом деле, эту тему обсуждали активно очень и в российских СМИ. Ну, а еще обсуждали тему другую, тему связанную с обращением президента Путина с его выступлением. Выступлением 18-го числа, от которого по прогнозам очень многое зависит. Данил Русаков об этом подробнее. Данил, пожалуйста. Российского обывателя по традиции убаюкивают мощью державы, достижения государства во всех телевизорах страны. Именно грядущую пресс-конференцию главы государства обсуждают всю неделю россияне. Как Путин будет выкручиваться из истории санкциями, растущим долларом и войной на Донбассе. А вот как. Каким он был для России и для ее президента. Об этом он расскажет сам. Россия своей ориентации не меняла. Медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет. Но тайги он своей никому не отдаст. Огромная часть этого творения посвящена Украине. Читается недвусмысленный намек. Те, кто на площадях борются за свои гражданские права, аутсайдеры, выбравшие спасительный евразийский путь, летают в космос и проводят Олимпиады. Понятно, что продукт ориентирован на внутреннего зрителя. Ведь внешнеполитических достижений, по мнению многих экспертов, у Кремля за последние месяцы вообще нет. В качестве примера приводят уже в третий раз несостоявшийся очередной раунд переговоров в Минске. Путин сейчас хотел бы предложить Западу некую большую сделку. Так вся эта самая большая сделка, она примерно сводится к тому, что сам Запад предлагал ему в апреле. Вы помните вот эти Женевские переговоры? Меморандум подписанный, в том числе и украинским министром, в котором слово Крым вообще не упоминалось. Впрочем, Крым Кремлю на Западе, похоже, прощать не собирается. Есть мнение, что российские власти сейчас всеми силами пытаются выдавать поражение за свои собственные достижения. Санкции, экономическое давление на Кремль воспринимается очень болезненно. Да, есть еще определенная жировая прослойка, есть резервы валютные, есть определенные накопления, которые были сформированы в годы нефтяного Эльдорада, которые позволяют сохранять определенную возможность для маневра. Но бездумная абсолютно экономическая политика правительства будет вынуждать Кремль идти на определенные уступки и искать, наверное, все-таки диалог с Западом. Тема экономики в ролике, кстати, не нашла своего места. Космические ракеты, белые медведи и льды. Между тем, сайты террористических ДНЛ и ЛНР бьются в истерике. Россия, говоря простым языком, их сливает. И проект вроде бы как закрывается. По мнению вот этих вот людей, которые составляют эти сайты, должно произойти 18 декабря. Вот такая многоходовка. Дима. Спасибо, Данила Русаков из Москвы. Такими были подробности этой недели. Я надеюсь, в этой студии мы получили ответы на многие вопросы, о которых мы с вами говорили, спорили и по поводу которых расстраивались. Мнения мы с вами услышали из Киева, из Москвы, ну и, конечно же, из Вашингтона. Спасибо, что были с нами. До встречи ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин